Всем доброго времени суток! Вы на канале Девайс, и сегодня мы протестируем два интересных экземпляра. Видеокарта RX 5700 XT Gaming X от вендора MSI и GeForce RTX 2070 Super Gaming OC от поставщика Gigabyte. Обе видеокарты были представлены летом прошлого года и являются основными конкурентами в средне-высоком сегменте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все цены на видеокарты вы можете посмотреть, перейдя по ссылкам в описании под видео. Дизайн видеокарты RTX 2070 Super Gaming OC выдержан в строгом черном оформлении и является типичным для данного вендора. Такой же внешний вид мы можем наблюдать и в моделях RTX 2070 и RTX 2080. Видеокарта является большой и имеет длину 286 миллиметров, что не обрадует любителей компактных корпусов. Охлаждение данной видеокарты представлено тремя 80-миллиметровыми вентиляторами и большим алюминиевым радиатором с шестью тепловыми трубками, две в центральной секции радиатора и четыре в двух боковых секциях. Благодаря этому видеокарта является довольно холодной, средняя температура графического процессора при максимальной продолжительной нагрузке не превышает 66 градусов по Цельсию. Стоит иметь в виду, что в простое у видеокарты полностью останавливаются вентиляторы и температура в таком режиме составляет 55 градусов, что является высоким значением. Однако это можно исправить вручную, настроив систему вращения вентиляторов с помощью утилит вроде MSI AutoBurner и снизить температурный режим до 32-34 градусов при минимальной скорости вращения кулеров. Теперь рассмотрим RX 5700 XT Gaming X. Карта представляет собой минималистичный элегантный дизайн и выполнена в серо-черных тонах с нанесением нескольких красных штрихов вокруг вентиляторов. Модель длиннее своего конкурента на 11 миллиметров и также будет требовать соответствующий для нее корпус. Систему охлаждения видеокарты составляют технология TwinFrozer 7, представленная массивным радиаторным блоком, и два вентилятора по 100 миллиметров каждый. Сам чип хоть и является горячим, но способен выдерживать температуры до 110 градусов. В целом средняя температура под высокой нагрузкой составляет около 68-70 градусов, что является неплохим результатом для карт серии AMD. Количество разъемов у RTX 2070 и RX 5700 XT одинаковое, однако стоит отметить, что карта от MSI имеет поддержку HDR благодаря более новой версии HDMI. В целом технические характеристики двух сравниваемых видеокарт одинаковые. Обе имеют на борту 8 гигабайт видеопамяти, одинаковый тип памяти GDDR6, частоту памяти, разрядность шины и количество потоковых процессоров. Отличаются видеокарты частотой ядра 1815 МГц RTX 2070 Super Gaming OC и 1908 80 МГц у RX 5700 XT Gaming X и техпроцессом. Карта RTX 2070 Super имеет более совершенный техпроцесс, отличающийся снижением тепловыделения и высокой производительностью. Теперь непосредственно сравним производительность двух видеокарт в различных актуальных играх. Для тестов использовалось топовое железо при максимальных настройках графики с разрешением Full HD и 2К. Первой игрой для сравнения стала Far Cry New Dawn – продолжение популярной серии шутеров от компании Ubisoft. Обе видеокарты показали хорошие результаты, однако производительнее на 10% оказалась RTX 2070 Super. Вышедший прошлой осенью динамичный шутер Borderlands 3 показал очень хороший старт продаж и определенно заслуживает своего места в тестах. Несмотря на не самую лучшую оптимизацию игры в разрешении Full HD, видеокарты показали хороший гейминг в 60 плюс FPS при вновь незначительном преимуществе RTX 2070 Super. Что касается 2К разрешения, то здесь тоже удалось добиться приемлемых результатов в районе 60 FPS при некоторых просадках до 42-47 кадров в секунду. Need for Speed Hut – игра в жанре аркадных гонок, продолжение культовой серии Need for Speed. Тесты обоих видеокарт показали стабильные 60 FPS на ультра-настройках. Лишь в 2К разрешение карта от MSI не дотянуло до этих значений и составило около 55 кадров в секунду. Для любителей жанра королевских битв представляем результаты сравнения видеокарт в популярном онлайн-шутере PlayerUnknown's Battlegrounds. Производительность RTX 2070 Super по сравнению с RX 5700 XT выросла на почти 22%. Однако последняя все равно смогла достичь приемлемых 60 кадров в секунду. Последняя игра в нашем списке – это Assassin's Creed Odyssey. Игра в жанре экшн-RPG уже очаровала геймеров своим огромным и красивым миром Древней Греции. Результаты тестов снова показали превосходство RTX 2070 Super над ее конкурентом. Производительность этой модели составила 6-7%. Однако при 2К разрешении геймерам придется понижать настройки графики, так как в обоих случаях видеокарты не достигли 60 кадров в секунду. Подводя итоги, скажем, что видеокарта RTX 2070 Super ожидаемо превзошла своего конкурента по производительности во всех оцениваемых играх. Это связано с более современным техпроцессом у данной модели по сравнению с RX 5700 XT. Учтя все недостатки прошлых моделей, у NVIDIA получился очень мощный ответ на видеокарты RX 5700 и RX 5700 XT от AMD. Однако не стоит разочаровываться в последних – RX 5700 XT является лучшей картой в соотношении цена-качество и обеспечивает неплохую картинку на ультра-настройках в актуальных играх. А на этом все. Наше сравнение подходит к своему концу. Все актуальные цены на видеокарты вы можете посмотреть внизу, перейдя по ссылкам в описании. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Девайс, до новых встреч!